Начну с того, что в 96-м году право собственности было бедено Аксену Громитову. Еще раз хочу сказать, что это были очень сложные времена, когда мы видели экономический спад, высокие уровни инфляции, гиперинфляции, были разрывы производства связей, снижение уровня производства, не платить жили перед поставщиками, не платить жили по заработной плате. И в тот момент, в очень тяжелое время для нашей экономики, для нашей страны, была очень важной задачей сохранить это производство, где работало и сработает около 200 тысяч человек. И поэтому, наверное, было принято это решение. Но понятно, что у Аксену Громитова были соответствующие обязательные по инвестициям. Что касается виновных лиц, то сейчас в следующей расследовании проводятся, естественно, все виновные лица будут привлечены к ответственности. Вы помните, еще в ноябре прошлого года было трагедия даже четыре шагового воздействия. По ним все расследования уже завершены. И материалы сейчас проходятся на основе коммуникает в том числе и в ближайшее время будут две людьми. В августе месяце, когда мы было в родиле, пять шахтеров погибли. Тогда сейчас проводятся эти разжидные недели, что мы решили. И последние факты также будут проведены со стороны расследования с причиной всех виновных лиц к ответственности. Что касается чиновников, они в том числе тоже будут находиться внутри расследований. Мы, конечно, как правительство, тоже осознаем свою ответственность в этих победах. И в пользуясь случаем, хотелось бы еще раз высказать соболезнования семьям погибших и пострадавших от своего имени, от имени наших коллег и принеси свои извинения. Понятно, все мы здесь тоже в отчасти ответственности на ситуацию. Наша сейчас задача в ближайшее время обеспечить возврат этой компании в услугу Казахстана, обеспечить ее стабильную работу, сохранение заработной платы рабочих мест на этом предприятии и выполнение всех социальных обязательств. В том числе тех обязаций, которые возникли после гибели шахтеров, в отношении семей шахтеров. Поэтому мы будем правдировать над тем, чтобы и обеспечивать то, чтобы в полном объеме эти обязательства были выполнены. Игорь Михайлович, почему ты, пожалуйста, если у вас имеете свое мнение как правительство, то почему вы как правительство в вашем году продлили контрации с инвестором, знаю, что компания регулярно нарушает требования согласования. И такой момент. Уже вчера господин Шарапаев озвучил, что бюджетный день Игорь Михайлович, что бюджета для Продолжение следует...